У западной цивилизации есть один ощутимый минус. Люди там до последнего отказываются верить в дикуху, которая творится за железным занавесом. Американцы все никак не могут осознать, что Северная Корея вступила в войну против Украины. Все, нас захватили. Вот они побежали, побежали. Тут-тут-тут. Нельзя их снимать. Тут-тут-тут-тут. Их миллионы тут. Вот новые подкрепления. Европейцы все еще не могут поверить, что Россия хочет их уничтожить. Они много лет делали вид, что не замечают, как Московия превращается в КНДР. А Путин все больше косплеит семейство корейских диктаторов Кимов. Нас никто не слушал. Послушайте сейчас. Спасибо. Хотя, чего мы хотим от европейцев? Даже россияне до сих пор не поняли, в какую клоаку попали. Естественно, со своего молчаливого согласия. Я политикой не занимаюсь. Складывается впечатление, что Северная Корея покусала Россию, и она заболела бешенством. Вот только 40 уколов в живот тут не помогут. 40 лет репараций возможно. Чтобы понять, во что превратилась Московия, нужно посмотреть на оригинал. Северная Корея образовалась в 1948 году. Параллельно появилась и Южная Корея. Южан поддержали США, а северян – ржавый СССР. И теперь эти две страны – идеальный наглядный пример развития западной и совковой цивилизаций. Итак, подведем итоги. Я сильная, ну ладно, мы самая сильная держава, мы молодцы, самые крутые и пусечки вообще. Пока в Южной Корее развивались технологии и наука, в КНДР усовершенствовали способы пыток и казни и населения. Иногда они снимали одежду и клали в карманы металлическую арматуру. После этого они били меня этой одеждой. От этого обычно вся моя спина становилась черной. Но главным достижением Северной Кореи, ее уникальным продуктом, является культ личности Кимов. Биография этого семейства поистине одновременно и триллер, и порно, и фэнтези. Поклонение лидеру в КНДР – это целая религия под названием Чучхе. Кимы буквально считаются божествами, и пропаганда наделяет их божественными скиллами. Ничего не напоминает? Все другие религии, кроме Чучхевка и НДР, запрещены. Молиться можно только на Кима-дедушку, Кима-отца и Кима-сына. Эта Святая Троица уничтожает корейцев действительно в библейских масштабах. Но официальная Москва не видит в этом ничего зазорного. Ведь они всего лишь копируют Сталина. И вообще. Кремль с удовольствием перенимает опыт северокорейских товарищей. Скажите, пожалуйста, вот как можно молиться за такого великого, нераскающего грешника, у которого руки по локоть крови, и который не имеет ни малейшего отношения к православию, господина Путина. Как? Очень просто. Господи помилуй. И все. Я думаю, Владимир Владимирович будет очень рад. То, что Иисус ходил по воде и оживлял мертвых, вообще ни о чем. Например, Ким Ирсен считается совершенным существом и даже не какает. Чего? Путину в этом плане далеко. Хотя первые шаги к извращенному ковчегу завета он делает. Пока европейские лидеры обсуждают будущее конфликта в Украине, в Твиттере говорят о том, сколько охранников сопровождают Путина в туалет. Шестеро, как заметил журналист BBC Джона Фишер. Теперь ясно, что было в том чемоданчике. Шутят в соцсетях сейчас. Сенсация недели. Журналисты Пари Мачи проекта выяснили, что в зарубежных поездках Путина сопровождает сотрудник ФСО, который собирает его экскременты в специальные пакеты и везет в Россию. Чтобы вы понимали, чудеса в прямой кишке Ким Ирсена преподают в школе. И еще много невероятного. Ким Чен Ын научился водить машину в три года. А в четыре он, наверное, выиграл чемпионат Формулы-1. А в пять закончил карьеру гонщика и изобрел тормоза. Чтобы больше никто не мог побить его рекорд. Россия не отстает. Как-то Путин в хоккейном матче забил восемь шайб, играя против профессиональных хоккеистов. Пресса, конечно, заподозрила спортсменов в том, что они поддавались солнцеликому. Но звонок из спортивного комитета ФСБ сразу добавил им веры в происходящее. Не удивлюсь, если по телевизору в КНДР действительно сказали, что Ким Чен Ын победил в гонках. Их сборная по футболу уже выигрывала чемпионат мира в 2014 году. Они обыграли США 4-0, Китай 2-0, а в финале Японию 7-0. Прикол в том, что в том году КНДР даже не попала на мундиаль. Но в стране, где нет интернета и мобильной связи, возможно, все. Даже высадка на солнце. Да, такое тоже было. Да что ты, черт побери, такое несешь. Телевидение Северной Кореи даст фору Марвелу и DC вместе взятым. Ну ты видел? Видел? Но вернемся к нашему чучхе и одновременно к хе-хе. Я ушла с телевидения в 2017 году, когда началась предвыборная президентская кампания к 2018 году. И началась прям шиза. Мне главный редактор говорил вырезать любой кашель Путина. А Путин очень много кашляет. И поэтому это было очень сложно смонтировать. Мне нельзя было показывать его с определенных ракурсов, а подставить смех. Это, конечно, было, да, наверное, последний кап. Кто не знает, отец Инна Кимчин-Ир изобрел гамбургер. Был лучшим гольфистом мира и однажды одним ударом забил мяч в пять лунок. Критерии ненормальные. Один мяч в пять лунок. Как тебе такое, доктор Стрэндж? Это противоречит здравому смыслу. А еще Кимчин-Ир писал по одной книжке в день. 30 книг в месяц. Как тебе такое, Донцова? Ты втираешь мне какую-то дичь. Напомню, эту ахинею преподают в школах и университетах. Дети сдают экзамены на знания биографии этих сумасшедших. И не дай бог их не сдать. Дай вам бог. Пропаганда рассказывала про сверхспособности Кимчин-Ира, умение манипулировать временем и пространством. В России происходит то же самое. Путин уже сверхсущество. Он находится как бы над этим миром. Россиянам даже разрешили критиковать власть. Но только не Путина. Он как бы не при делах. Я в твоем познании настолько преисполнился, что я как будто бы уже 100 триллионов миллиардов лет проживаю на триллионах и триллионах таких же планет. Понимаешь, как эта земля. Мне уже этот мир абсолютно понятен. Путин – высшая субстанция, которая должна явиться и навести порядок. А весь этот трэш, который происходит во время его правления, не по его вине. Его обманули. Владимир Владимирович, пожалуйста, заберите свои войска. Наши войска выведите. И Украина нас оставит в покое. Оставьте их территорию. Путин настолько велик, что коррупция, преступность, беспредел, воровство, нищета – не его уровень. Путин думает о судьбах мира, планетарном господстве и голоде в Африке. А голод в Бурятии – это неинтересно. Слишком приземленно. Ну, чушь какая-то. Неужели вы понимаете, что это чушь? Биография Путина тоже приобретает ореол легендарности. Он, оказывается, был суперразведчиком, а не кабинетной крысой. И чуть ли не в одиночку держал от падения Берлинскую стену. Путин выходит к этой атлопе, пытается ее остановить. Люди настроены очень агрессивно, и Путина приходится применить все свои умения убеждать. У вас было оружие? У меня нет табельного оружия было, конечно. У меня же был офицер. Каким запомнился Путин окружающим лицам? Я думаю, что лучше всего это характеризует тот псевдоним, который ему там дали. Его там назвали «Окурок». Путин был подводником, летчиком, аистом и даже чеченцем. Я лакец, я дагестанец, я чеченец, ингуш, русский, татарин, еврей, мордвин, осетин. А еще Путин был морским пехотинцем и в танке горел. Но это не точно. Возможно, это был его двойник. Выяснилось, что в армии он был морским пехотинцем. Таких специалистов готовит морская пехота. Но чтобы в эту ересь поверило много людей, их нужно заставить это сделать. Репрессии – главный компонент культа личности. В Северной Корее они начались в 1956-м и не заканчиваются до сих пор. В так называемых концлагерях перевоспитания находятся сотни тысяч людей. Я оторву тебе руки. О, Боже, может, я могу что-то для вас сделать? Да, учись кушать ногами. Их туда сажают целыми семьями и уже не выпускают. Конечно, там никого не перевоспитывают. По словам многочисленных свидетельств людей, которым удалось сбежать из КНДР, в этих концлагерях над заключенными ставят медицинские эксперименты. Испытывают химическое оружие и морят голодом. Хотя голод в КНДР не только в лагерях. В Москве зона теперь тоже билет в один конец. Украл, выпил в тюрьму и на СВО. Романтика! Есть еще одно характерное сходство КНДР и России. Дикая, необузданная показуха. Поселок Солнечный, 10-й микрорайон, улица Академика Семенова. Здесь с недавних пор красят не только детские площадки и бордюры, но и траву с бетоном. Вот такой необычный способ придумали местные коммунальщики, видимо, чтобы не тратить время на выращивание газона. Нет ничего в этой стране. Вот просто, понимаете, я вот смотрю сейчас на этих людей, вот мне стыдно, что я русский, правда. Вот мне стыдно, что я живу в этой великой стране. Кто тут у кого списывает, сразу и не разобрать. КНДР – страна-бутафория. С пустыми многоэтажками, пластмассовыми магазинами для туристов и рыдающим от счастья бесправным населением. В России то же самое. Далеко ходить не нужно. Перед сходником «Брикс» в Казани запретили людям ездить по городу в старых машинах, чтобы не портить пейзаж величия. На самом деле единственная положительная вещь в этом автомобиле, что в нем можно ездить в шапке. Позвольте показать на примере всю его ужасность. А на днях Путин приказал нанести на карту России железную дорогу, которой не существует. Причем он сам не скрывает, что ее нет. Но какое это имеет значение при культе личности и тоталитарном режиме? Северный широтный ход надо показать. Да. А у вас это должен быть? Северный широтный ход 1 – это от Надыма до Обской. А северный широтный ход 2 – это от Обской выходит на Сабету. Вот эти два участка, они здесь только маленьким пунктирчиком пока нарисованы. Но, конечно же, с учетом, так сказать, бюджетных ограничений, надо думать, как реализовывать эти проекты. Это глубокие инвестиционные проекты. И мы, конечно, только вместе с ЖД их можем сделать. Так что можем уже включать обратный отсчет, когда россиян начнут загонять в концлагеря перевоспитания и когда по телевизору скажут, что Алина Кабаева стала первым человеком, который сделал фляг в созвездии Альфа Центавра. В мире есть три неизменные вещи. Земля крутится вокруг солнца, Дмитрий Медведев бухает, а российская армия неизбежно приближается к бунту. Складывается впечатление, что Кремль специально испытывает терпение своих орков. Мясные штурмы, махинации с выплатами, издевательства командиров и репрессии против солдатских лидеров мнений. На днях арестовали Зет-Военкора Гузеева с позывным «Тринадцатый». И был обвинен не то, что же по надуманным причинам, а просто по беспределу. Но мы должны сделать все, чтобы Егора отпустили. Если будут, соответственно, какие-то беспределы в отношении него, ну, значит, уже буду совершать какие-то другие совсем действия. «Тринадцатый» – это особый людоед и террорист. Он воюет еще с четырнадцатого года и является максимально упоротым рашистом. Не зря он входил в состав русского СС под названием «ЧВК Вагнер». То, что «ЧВК Вагнер» – аналог СС, сомнений не вызывает. Достаточно посмотреть на их обнуленного лидера Уткина. Но даже такой преданный извращенец и любитель русского мира не является священной коровой для Кремля. А все потому, что позволил себе критиковать самого Солнцеликова. И все, что сейчас происходит, ну, это все предательство. Предатели сидят в Кремле. Все, точка. Падают самолеты, происходят взрывы, убирают неудобных, сажают по тюрьмам, делают все, что хотят. То есть, ну, парни, как бы, мы должны понимать, что, возвращаясь с фронта в мир, ну, по факту, война не заканчивалась. В последнее время этот Гузеев любил наполнить свое бренное тело запрещенными препаратами и рубить правду матку о том, что в российской армии полная резиновая попа. Воровство, беспредел и беспросветная тупость командования. Это обидно до глубины души, потому что, ну, мы когда во все это верили и пошли воевать, и по-честному воевали за всю, они в это время, вон, развлекали, устраивали переговоры и семинары. И орчья солдатня его слушала. На его телеграм-канале 311 тысяч последователей. Теперь же этот правдоруб верещит в отделении полиции и зовет на помощь сослуживцев. Фактически призывает к бунту. Задержали меня сотрудники, причем, когда задерживали, еще и лупили. Задержал некто Сушко, он, я не знаю, сейчас в МВД или в какой конторе работает, еще с ним был другой сержант. Вот можете, ребята, все приходить. Вот, Егор находится в ОВД города Новопавловск. Я впервые приехал домой и вот так меня встретил родной город. Но самое смешное, что после пыток в отделении по старой русской традиции его этапируют в Чечню. А все потому, что Гузеев критиковал Ахмат. Сегодня вот Аптиаронович Алаудинов заявил, что срочники должны воевать, как он считает, что вот в Ахмате много там молодых ребят и так далее. Но в вопросе, где вы хотите взять чужих детей и погнать на фронт, давайте начнем с Чечни. Давайте начнем эту программу с Чечни. Давайте срочников с Чечни, с республик. А если нет, тогда давайте про это не говорить. А то чужими детьми легко распоряжаться. Сын Кадырова уже разминает ноги и грудь для очередного ордена за унижение русского. Межнациональная рознь это вообще товарный знак российской армии. Ненависть между русскими и нерусскими превышает даже их ненависть к украинцам. Это еще подстегивается абсолютной безнаказанностью и у кадыровцев. Берег, он считается недействительным. Я командир батальона, что вам считается. Командир мне полка выдал. Ну все. Пряжемайте машину справа. Давай. Стреляй, б***а! Стреляй, б***а! Стреляй, б***а! Ой, б***а! Олег, одеть, одеть, одеть! Олег, ты че б***а думал? Где б***е? Ты че на***ю, б***а? Кадыровцы унижают, насилуют русских. Стоят в заградотрядах, прячутся за спинами российских срочников. Такая реальность. На границе у нас в Белгородской области, на границе с Харьковской областью стоят срочники. Такая реальность. Тиктокеры стоят за ними. А срочники у нас впереди. А если кто-то возмущается, то его заставляют позорно извиняться. Сегодня имел возможность побеседовать с командиром подразделения Ахмад Акти Аронычем Лаудиновым. Срочники, за срочниками стоят Ахмад. Неверны. Неверны из того, что я доверился информации, данной мне из других источников, сторонних источников. За что приношу перед вами и перед подразделением Ахмад свои извинения. На фронте в российской армии растет количество случаев убийств и дружественного огня из-за национальной неприязни. Я думал, что нацисты по ту сторону. Оказывается, нацисты внутри нас. Когда нас затолкали в Волгу, мы с резвым, с кабардинцем сидели в Волге сзади. И рядом сел один ВПшник, который сразу начал избивать резвого, как только сел, прикладом автомата. И он его спрашивает, кто ты по национальности. Он ему отвечает, кабардинец. И он с такой презрительной усмешкой отвечает, чурка ты, ***, Россия для русских. То, что это перерастет в масштабные столкновения, лишь дело времени. Но теченских военных отправили на отдых в оккупированное село Урзуф. Это под Мариуполем. И вот первые новости из отпуска. Произошла перестрелка между сотрудниками комендатуры и кадыровцами. Якобы в результате все равно погибли семь мирных жителей, две девушки, подростка, четверо парней и одна взрослая женщина. По-российски глава села Иван Тапузов эту информацию подтвердил. Военкор 13-й был на самом острие антикадыровского движения. И если его арест не станет точкой кипения для восстания орков против Мордора, то, как минимум, подогреет его. К сожалению, мы сейчас не все вместе нашим музыкальным коллективом. Но от лица группы Куба хотим выразить поддержку Егору 13-му. Настоящий русский воин, который всегда родил за свою страну. Может быть, чересчур импульсивно, но это точно наш человек. Кто не догадался, музыкальный коллектив – это ЧВК «Вагнер». Интересно, как долго они будут терпеть уничтожение всех их лидеров и сослуживцев. В принципе, «Вагнер» – это в основном зэки и наемники. Но иногда даже у сброда просыпается чувство собственного достоинства. Ждем с поход на Москву 2-0. И замена «Лысому» уже есть. К счастью, лысых террористов в России немало. Люди, население вымирает, нищает, спевает, совсем плевать. Только успевают завозить мигрантов. И все это сделал так называемый президент – Великий Путин. И щелкопрощаясь с тем, кто находится на линии боестолкновения, на тем, кто в окопах. Вы прекрасно знаете, какое непотребство творится сейчас там. Посыпались гневные сообщения из фронта. Солдатики очень осторожно задумались о штурме Кремля. Толкает на бунт русских солдат не только обида за своих гнилых героев, но и банальное желание выжить. Российская военная техника окончательно скатилась в бесконечную мясорубку, в которой позиции ВСУ просто пытаются закидать телами емель. Расчет, видимо, такой. Украинцев меньше, значит, они быстрее закончатся. Но реальность для орков оказалась очень страшной. Четыре группы, по четыре человека, но можно сказать, что я один остался. Есть 16 человек? Да. Из 16 один остался? Да. Мы с *** уходили, внесли литров по пять, по шесть, на ***, никого не осталось. Командиры кто... Я не знаю. Это... Кто отправлял? Там командиры отправляли. В российской армии царит безысходность и ужас. Потому что вернуться живым или целым с войны практически невозможно. Если повезет, то ты выживешь в одном мясном штурме. Если сильно повезет, то выживешь и во втором. Но до бесконечности так продолжаться не будет. Спасибо за внимание. Сейчас должно быть будут убивать. Раньше у российского солдата хотя бы был шанс получить ранение и уехать домой на лечение. Теперь даже тяжело раненых за шкирку возвращают в окоп и заставляют бежать на амбразуры. Российские воины так вот у нас ходят на фронт. И тут возникает резонный вопрос. Зачем штурмовать подготовленные позиции мотивированных украинцев, которые за 10 лет очень хорошо научились минусовать великоросов, если можно развернуться и погнать аж до Кремля своих командиров? Плюс отомстить им за все издевательства. Нашим трем простым контрактникам дали бронежилеты и автоматы. Но, внимание, без патронов. А зэкам, здесь так написано, не дали ничего вообще и отправили, как они выражаются, на пушечное мясо. Вот таким способом они их перемололи за 2-3 дня. Так уже было 100 лет назад. Во время Первой мировой войны русские солдаты просто в один момент перестали воевать. Развернулись и пошли сметать царя. По дороге грабя и уничтожая все на своем пути. Ничего не напоминает? Курск такое уже видел. Мирные жители Курской области, Белгородской, одумайтесь, вы должны не просто не мешать им снимать квартиры, покупать еду в магазинах. Вы должны их поселить из себя дома и отнестись к ним как к детям своим. Накормить, напоить, обогреть и защитить. А вы с ними поступаете просто гадко. Вы поступаете как... Сукубинные проститутки вы поступаете. У русских нет понимания, зачем они воюют. Ради чего это все? Соответственно, нет мотивации воевать. Соответственно, командирам приходится применять экзотические методы убеждения, включая пытки и казни. Злоупотребление служебными полномочиями, избиение солдат, вымогательство денег, снятие наличных средств с карточек двухсотых наших товарищей. И самое главное – война больше не является перспективным местом работы. Еще год назад из депрессивных регионов болот в армию стремились нищеброды, чтобы хоть как-то подзаработать. Тогда всем казалось, что это интересное, оплачиваемое приключение. Ведь в новостях говорят, что украинцы постоянно отступают, а доблестная армия РФ продвигается практически без потерь. Сами войную операцию нужно как можно скорее заканчивать. Не в смысле отступать, и не об этом. Нужно заканчивать быстро. Не надо говорить, мы еще не начинали. Все, уже пора заканчивать. А сегодня уже каждый знает, что вооруженные силы России – это армия мертвецов. Это билет в один конец. Как бы Кремль не пытался скрыть реальные потери, сделать это уже невозможно. Сотни тысяч убитых и полмиллиона раненых под ковриком не спрячешь. Как только прошла мобилизация, да, извещений стало не то, что больше. Это очень мягко сказано. Их стало просто, я не знаю, их стало очень много. Очень много. Очень. Я еще раз скажу это слово. Очень много. Потому что они начали уже приходить по пять, по шесть в день. В день. Это только в день. И учитывая, что это только те, кого, ну, соответственно, как я говорил, удалось распознать. То есть это те люди, которые точно все знают, что они умерли. А без вести пропавших, они буквально, я не знаю, это как два умножить на два, потом умножить на четыре и так далее. Вот буквально, я не знаю, как это еще объяснить. Российское общество все больше погружается в депрессию. Если бы они были нормальным обществом, то должны были это ощутить еще в 2022-м. Но так как россияне в большинстве лишены эмпатии, до них доходит дольше. Вот это самое страшное. То, что я ни разу не видел, как родственник там действительно вот прям был в шоке от того, что его там родственник погиб. Большинство тех, кто приходил, большинство, они были прям, я не знаю, спокойные, как камень. Бунт армии неизбежен. И Кремль из-за своей тупости не сможет это остановить. Потому что, наоборот, делает все, чтобы этот бунт произошел. Чего стоит только унижение жен и матерей мобилизованных. Не осознает, что мы люди. Мы матери, мы жены. Мы родственники тех, кто защищает их. Однако вечером участниц акции начала задерживать полицию. Есть в истории одна аксиома. Закон природы. Такие режимы, как путинские, всегда развязывают войны, чтобы удержаться у власти, но всегда гибнут после этих войн. Не верите? Спросите у Николая Второго, Гитлера, Милошевича и Саддама Хусейна. Относительно недавно на российском Кринш-небосводе взошла новая звезда. Екатерина Мизулина. Всем привет. У меня сегодня половина дня. Ничего не ловит. Ну что, привет, Тикток. Существо, похожее на заторможенную куклу-чрево-вещателя, стало лицом нового российского порядка. Занимая филлерную, никому не нужную и ни на что не влияющую должность главы Лиги безопасного интернета, Мизулина фактически является главным надзирателем над личной жизнью россиян. Команде Моргенштерна мы все-таки советуем начать изучать творчество исполнителей шансона. Катя Губашлеп теперь официально лучше всех знает, как правильно заниматься сексом, какую музыку слушать и как сильно любить Путина. Какую музыку вы слушаете? Да слушаю я шамана и гимн России больше ничего не слушаю. Это недоразумение появилось не из ниоткуда, а вышло из другого недоразумения. Ее мать Елена Мизулина многие годы заседает в Госдуме и штампует одиозные, неимоверно отвратительные законы. Введение налога на развод, запрет на усыновление детей иностранцами. Они наши семьи хотят разрушать и своим мужикам в стрингах наших детей туда отправлять. Вот для этого все... Елена Борисовна, а почему волкопают? Стоп, почему ваш сын живет в Европе, а вы тут кричите, какие они плохие? Ну-ка, расскажите нам. Человек пытается учить нас иметь правильную семью, а соштый ребенок сбежал от нее в Европу. Правильно. Пусть лучше гниют где-то в Костромском интернате, а потом поедут и сдохнут на Донбассе, чтобы оплатить кредит за психологическую реабилитацию. Это же круче, чем страдать в Калифорнии от чуждых западных ценностей. Да ладно, да ладно, да ладно, да ладно. А еще Мизулина старшая – активный борец с ЛГБТ и, что самое главное, с инакомыслием в интернете. Закон о цензуре в интернете – ее главное детище. Неудивительно, что ботоксная дочка продолжила дело мамаши. Иностранные IT-гиганты, такие как YouTube, как Википедия, стали настоящими рупорами этой информационной войны против России. Ничего страшного в этом, в общем-то, нет. Сначала зачистим Украину от нациков и бандеровцев, а потом перейдем к зачистке и Гугла, и Википедии. Екатерина Мизулина стала главным стукачом России. Она буквально сидит в чатиках и выискивает, кто что плохого сказал о карликовом диктаторе. «Появляется цензурой и запрещена Конституцией Российской Федерации». «Где ты видишь цензуру?» «Вы прямо использовали институт армии для того, чтобы запугать Даню Милохина». «Он сам запугался». «Осрочники, как оказалось, совершенно бесполезны». «Молодой человек, который позволил себе в нашей аудитории оскорбить солдат срочников, лучше бы сейчас за это извинился, прежде чем его привлекут к ответственности за дискредитацию в нашей стране». Тупость Мизулиной действительно не имеет границ. Она даже не пытается завуалировать свою натуру и свои задачи. Она очень плохая пропагандистка, даже хуже, чем Вика Цыганова. «И перед такими людьми кривляться бесполезно. Они тебе не будут верить». Общественная деятельность Мизулиной – это как если бы кофеварку заставили красить забор. Тупо и смешно. «Если у нее психологическая травма, ей не нравятся подростки, пускай она обратится к психиатру. Ей там помогут». Но какому больному на голову обитателю Кремля пришло в голову продвинуть эту куницу? Угадайте с трех раз. «Кукин!» «Катя Тормоз – любовница бледного живчика. Это уже секрет Полишинеля. И это все объясняет. Девица с ограниченными умственными и моральными скиллами возносится в один миг на Олимп. Ей выдумывают должность и дают неограниченное финансирование и полномочия». «Вот такие пироги!» У Мизулиной две задачи – радовать глаз папика и яростно искать и сдавать гибистам противников папика. Причем самых безобидных. Она следит за разговорами на кухнях и в школьных курилках. А потом в раздутом клювике приносит Вовочке под одеяло. «Я читал эти отчеты». Недавно Мизулина чуть лично не выдала свой секрет. На очередном выступлении, где она требовала от русских женщин, чтобы они рожали как пулеметы, желательно сразу в военную форму, одна из журналисток задала вопрос. А почему у Мизулиной и у самой нет детей? На что главная доносчица России ответила «Откуда у вас такая информация?» «Вот это поворот!» После этого Мизулина приказала силовикам пробить журналистку по базе. Что это значит в тоталитарном государстве, все мы понимаем. До этого Мизулина уже не один раз очень расплывчато отвечала о наличии детей. А у вас есть дети? Это тоже провокационный вопрос. Да? Да. Почему? Я не комментирую личную жизнь вообще. Согласитесь, если у вас нет детей, вы так и говорите – их нет. А не начинайте витиевато отвечать и натравливать на задающего ментов. Значит, ходячий тикток-мем скрывает своего ребенка. Но зачем? Почему мать стыдится своего чада? Либо оно было некрасивое, и она скинула его со Спасской башни, либо хочет скрыть, кто отец. А какого хр... Очевидно, папаша Владимир Путин. И рожала Мизулина где-то глубоко в бункере, где, возможно, до сих пор держат ребенка. По одной из версий, Мизулина может оказаться просто суррогатной матерью, которая выносила клон Путина. Много курьезного всего из того, что... Вы же знаете, вы, наверное, читаете разные телеграм-каналы и так далее. Сколько двойников у президента Путина, да? Да. Сейчас эксперты гадают, их три или четыре. Абсолютно нельзя исключать, что Путин пытается себя клонировать, либо выращивать эмбрионы для омоложения. Его фанатичное стремление к бессмертию не является секретом. Когда становишься фараоном, хочется вечной жизни. Путин фараон. Но в отличие от египетских коллег, он верит в Российскую академию наук, а не в отдельное направление токсидермию. Так совпало, что родная дочка Путина – его ближайший советник и занимается как раз генетическими исследованиями. Совпадение? Не думаю. Я что-нибудь другое придумаю, такое вот, что совершенно изрядом он выходящее. И выбрала медицину. Путин тратит миллиарды долларов на свое омоложение традиционными и экзотическими методами. Он комбинирует подтяжки и ботокс параллельно с ваннами из крови оленей и шаманскими ритуалами. Практики Шейгу, они достаточно понятные. Это шаманизм. И Шейгу достаточно неплохой специалист в области шаманизма. Возможно, Мизулина – это только вершина айсберга. Путин мог отложить своих клонов в сотни других женщин. Реально, как это делает Моль. Путин клонирует себя и надеется, что ученые научатся переносить сознание в другое тело. Примешь красную таблетку, войдешь в страну чудес. Эта жаба собирается жить вечно. Вот только Путин построил такую гнилую систему в стране, при которой наука не развивается, а наоборот, процветает средневековая дичь. Отменить теорию Дарвина и поверить в Бога – так можно сократить высказывания помощника главы правительства, которое уже неделю бурно обсуждают в сети. Версию, что люди произошли от обезьян, предлагают убрать из образовательного процесса. «Чарльз, как тебе там?» – обращался я к этому надгробию. «Что ты скажешь? Есть ли какие-то, как тебе сейчас кажется, промежуточные звенья между видами?» И вы думаете, что я услышал? «Батюшка, не соблазняйся моей теорией, не от большого ума я эту гипотезу выдвинул». Достижения в области техники и высоких технологий при Путине равны нулю, умноженному на ноль. «Короче, зашел в салон «АвтоВАЗа», миллион триста «Нива» стоит. «Включаешь первую передачу, она бьет, она не заключается. То же самое третье, пым, пым». В мире, который построил Путин, он никогда не станет бессмертным. Потому что даже мать его ребенка выглядит сыроватой и недоработанной. Что говорить о ситуации в целом. «Здравствуйте». «Здравствуйте». «Можно сейчас вас поснимать?» «Нет, не надо». «Снимай иди в другом месте». «Здесь не надо, мы как жили, просто так и живем». «Что ты?» Теперь Вовочка очень сильно хочет мира, чтобы снова получить доступ к западным врачам и специалистам. Без них он просто выживший из ума дед в окружении деградантов. Напав на Украину, он хотел приблизить свое бессмертие, но получил наоборот. Субтитры создавал DimaTorzok